Я напомню, что он на календаре 12 августа, пятница, и чем ближе учебный год, тем, естественно, чаще мы говорим, в том числе и с гостями в нашей студии, об этом самом приближающемся учебном году. И тем чаще на улицах можно увидеть людей с грустными глазами. Да. Молодых людей. Нет, ну некоторым, конечно, хочется вернуться, окунуться в учебу, но не о молодых людях, да, хотя и о них тоже. И о них тоже, о них, об учебе, в колледжах, в частности. Вот сегодня как раз с нашим гостем мы поговорим. Этим утром у нас в студии Татьяна Анатольевна Белова, заместитель директора Департамента профессионального образования. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, уже сентябрь вот-вот. Как у нас в сфере профессионального образования обстоят дела при подготовке к учебному году? Доброе утро всем. Конечно, да, скоро учебный год, скоро сентябрь. Мы находимся сейчас в активной фазе. Дело в том, что во всех профессиональных образовательных организациях региона идет приемная кампания. Мы с ожиданием тех ребят, которые выпустились из общеобразовательных организаций школ и приходят к нам сейчас. На всех точках в профессиональных образовательных организациях, а у нас их по региону 38, сейчас идут, конечно же, приемные кампании. Ребята вместе со своими родителями приходят, узнают о колледжах, техникумах, заходят в интернет, на сайтах, смотрят, что же интересного появилось. Конечно же, приемная кампания – это не вот июль-август, а она началась достаточно давно, когда мы только начали формировать контрольные цифры приема. И, соответственно, утвердили, какие же профессии и специальности будут получать наши выпускники общеобразовательных организаций в 2022-2023 году. И начало нашего учебного года – это не только 1 сентября, а уже с 1 июля, когда все коллективы образовательных организаций начали думать, как готовиться к следующему учебному году. То есть вы уже прямо в процессе, в активном году. Да, конечно. А какие специальности наиболее востребованы ребятами в этом году? Вы знаете, у нас востребованность, она разная. Есть востребованность среди студентов, чем интересен мне. Я почитал в интернете, и вот, наверное, я пойду туда. Я вот знаю математику, и, соответственно, туда я пойду. А вообще самые распространенные и интересные для них – это информационная система, информационная технология. Это программистом хочу быть, хочу быть веб-дизайнером, хочу быть сисадмином. Говорим о том, что я пойду на инженерный дизайн КАД, ну вот, блог ближе к ним. Конечно же, очень интересно ребятам заниматься здравоохранением, медициной. Мы готовим средний медицинский персонал, и распространенный есть конкурс по специальностям лечебное дело, сестринское дело. Да, у нас медицинские колледжи, фармацевтический колледж принимают ребят с достаточно высоким баллом по аттестату даже. Распространено и интересно ребятам заниматься педагогикой. Ребята идут на дошкольное образование, на начальную школу, на преподавателей физической культуры. То есть это те направления, которые реализуются как раз в наших техникумах и колледжах по педагогике и образованию. Ну и сейчас уже стало более распространенной специальности транспорта и логистики, сельского хозяйства и машиностроения. Потому что мы говорим о приоритетных профессиях и специальностях на нашем региональном рынке труда. Мы говорим о том, что работодателям нужны станочники, слесаря. И поэтому, когда ребята начинают уже выбирать для себя профессию и специальность, они ориентируются именно на это направление. Тем более, что сейчас у нас есть приоритетный проект, который стартовал в 2021 году. Мы в конкурсе участвовали, и в 2022 мы начали уже подготовку к нему. И с 1 сентября этот федеральный проект должен заработать по всей России. 70 кластеров откроются по различным направлениям. В нашем регионе откроется образовательно-производственный кластер машиностроения, в частности, авиастроения этого федерального проекта «Профессионалитет». Круто, да? То есть такой вот как раз, я не знаю, сектор рабочих специальностей не провисает? Да, конечно, потому что мы к учебе, да, мы относимся немного по-другому. Мы к учебе обязательно должны привлекать работодателей. И если работодатель не заинтересован в своих будущих работников, да, и омоложение своего состава, и, соответственно, профессионалов, которых мы готовим, соответственно, ничего у нас не получится. Мы не должны готовить отдельно от предприятия работодателя. И в проект, в федеральный проект «Профессионалитет» мы вошли только благодаря тому, что нами заинтересовался работодатель. В частности, в этом проекте принимает участие наш ведущий работодатель по отрасли авиастроения, это филиал ПАО и Лавиастар, которые нам сказали, какая нужна им потребность. И, соответственно, под эту потребность мы решили, что мы сделаем все для того, чтобы были новые программы, было новое оборудование, была та ситуация, когда выпускник наших образовательных организаций не будет долго тратить время на адаптацию, а сразу придет на станок, который есть на предприятии. Вот, кстати, по поводу станков и оборудования тоже, это же такой процесс, ну, невозможно же учить в образовательном учреждении работать на одном станке, а там человек придет, там абсолютно другой. То есть здесь как-то вот паритет такой должен выстраиваться, ну, чтобы похожая техника, похожее оснащение, чтобы он не пришел на предприятие вот с такими глазами, меня этому не учили. Ну да, как раньше говорили, да, есть такая распространенная фраза «забудь все, чему тебя учили в образовательной организации». Теперь мы тебя начнем переучивать. Вот федеральный проект «Профессионалитет», он нацелен на то, чтобы не переучивать, чтобы работодатель не тратил дополнительное время на переобучение того или иного выпускника наших образовательных организаций. Мы закупаем то оборудование, которое стоит на предприятии. И ребята сначала, учебная практика, они проходят это в мастерских лабораториях и готовятся к тому, чтобы пойти на предприятие. И мы большую часть времени ставим в образовательной программе, чтобы он находился на заводе, чтобы он уже в коллективе заводском начинал готовиться к себе, к своей трудовой деятельности. Чтобы он понимал, да, что его ожидает и во всех сферах. Больше практики. Мы говорим о том, что мы не будем читать больше теорию, что мы будем теорию давать там, где ты стоишь у станка. Что вот ты сейчас получаешь от нас устно, а теперь ты попробуй это сделать всё на станке. Чтобы ты рядом видел его, знал, с чем тебе придётся столкнуться. Это самый эффективный, мне кажется, такой метод. Конечно. Когда я попробовала рукаю... Параллельно ты делаешь, а тебе уже говорят, что ты делаешь неправильно, как, почему. И нет вот этого... Правильно. А меня учили так, а тут что-то такое, да, как это работает. У них есть возможность, у наших ребят есть возможность для того, чтобы даже попробовать. Мы говорим сейчас о проекте ещё одном, который называется «Первая профессия для школьника». Вот, например, Ульяновский авиационный колледж, межрегиональный центр компетенции наш знаменитый, который как раз является отраслевым для авиастара, он в период летних каникул сейчас практически не отдыхает. Они придумали технологические смены для школьников, которые находятся на каникулах. И в рамках проекта «Первая профессия для школьника» они обучили сейчас ребят по профессиям «Сварщик», «Станочник», «Инженерный дизайн-кат». И буквально 19 августа эти ребята получат уже сертификат о своей первой рабочей профессии. Тут очень полезно провёл летние каникулы, тебе не кажется? Одно дело, ты где-то погрелся на солнышке и быстро это наскучило, а тут хлоп, лето закончилось, а ты с профессией. То есть за сколько, за месяц, за два получается? Да, это вот полтора месяца это обучение идёт. Ребята, здесь программы составлены таким образом, чтобы было интересно здесь и квесты, и игры, и профессиональные пробы, и плюс, конечно, теория и практика, и они в лабораториях вместе со всеми. Сварщик можно получить при помощи квестов? Да, конечно, да. Его нужно адаптировать в любом случае, да, он должен понимать, куда он придёт, и только потом на это оборудование ставить. Ну и, соответственно, после того, как они получат вот этот сертификат и первую профессию, да, у ребят уже совершенно другой интерес. Это не будет навязывание потом ему профессии родителями, или я пошёл в это учебное заведение, потому что мне ближе к дому, или я пошёл, потому что у меня друг сюда поступил, а я пошёл сюда, потому что мне интересно. Уже осознанно. Потому что я уже знаю, что такое сварщик и что такое станочник. А, кстати, с любых школ можно было там поучаствовать? Конечно, да, это было объявление. А с возраста с какого? Это 8-9 класс. И много вообще вот ребят? Сейчас обучено порядка 45 человек. Тем более, что этот проект, он не останавливается, он будет продолжен и с 1 сентября по всей области у нас в каждом образовательном учреждении будут открываться свои направления, которые они реализуют, для школьников. Поэтому любой школьник может будет записаться на эти курсы и в течение учебного года получить эти сертификаты. Ну, а сертификат уже, то есть он действительно может прийти, сказать, ребят, я вот сварщик, у меня есть сертификат, я начинающий, конечно, но могу уже работать. Здесь идёт трудовой кодекс, да, соответственно, ему возраст ещё не позволяет прийти на более профессиональное оборудование. То есть, но у него уже есть сертификаты, как только он достигает возраста определённого, он на первоначальном разряде уже может что-то работать. А как же, ну вот получил сертификат восьмой класс, а потом, когда пришла пора, уже всё забыл? Нет, он не забыл, он приходит с этим сертификатом. Руки-то помнят, наверное. Вот это правильная фраза, которая в профессионалитете. Да, руки-то помнят, и ты в хорошей компании, если ты уже с сертификатом. Поэтому, когда он приходит в образовательную организацию, есть небольшой курс, когда ему напоминают о том, что у него происходило ранее. И это называется введение в профессию. Для тех ребят, у которых уже есть АЗ, это одна программа, маршрут индивидуальный. Для тех, у кого не было этого пропедистического курса, соответственно, это другой маршрут. Но в любом случае дальше они уже более профессиональную программу получают. Опять-таки, мне кажется, здорово в том, что вот ещё в школе находясь, ты можешь уже попробовать себя в какой-то профессии. Даже если, ну, не понравилось, да, ну, не моё. Ну, вот ты, опять-таки, понимаешь, это вовремя, чтобы суметь потом как-то себя, значит, в другом в чём-то найти. Да, есть ещё другой, мы заговорили с вами об играх, да, ты можешь себя ещё попробовать с психологом поработать. То есть есть совершенно другой проект, который называется «Билет в будущее». И ты можешь выйти на платформу «Билета в будущее» и пройти примерочную профессию, примерить на себя эту профессию, да, пройти психологический тест, пообщаться с виртуальными специалистами, попробовать себя в профи-пробу записаться в любое образовательное учреждение и прийти туда. И ты не получаешь, конечно же, сертификаты, получаешь просто свидетельство о том, что ты прошёл, но ты для себя получаешь понимание, куда дальше мне стремиться. И что мне выбрать? Причём здесь уже не восьмой, девятый класс, а здесь с пятого класса. Ты можешь начинать это всё, пробовать. Сегодня ты повар, завтра ты стилист, через неделю ты станочник и так далее. И доходя до девятого класса, когда уже всё, пора выпускаться и выбирать себе серьёзную профессию, да... «Билет встало, сказал, я не хочу работать в полочке». Ты уже понимаешь, так, всё, вот это не моё, а теперь я начинаю уже вот здесь. Усталости здесь нет, я с вами, наверное, здесь не согласна, потому что это всё в интересных формах. Это всё, что нравится ребятам. Это компьютер, за которым он сидит и, соответственно, получает это в виртуальном формате. И если вдруг он устаёт от компьютера, соответственно, он записывается и идёт уже в реальном формате работать с людьми и с оборудованием. То есть начать, в принципе, можно дома? Конечно, да. То есть здесь родителям скажут, подождите, я сегодня пекарь. Да. Не мешайте, я вот тут, может быть, будущее своё решаю. Он всё это посмотрел в мультимедийных презентациях, он попробовал, он потом даже пошёл к себе на кухню и сказал, что-то у меня не получается, давайте я попробую это в реальном варианте. Выбрал себе мастера, к которому он захотел пойти и видел его. Выбрал себе образовательную организацию и пришёл в современную лабораторию поработать на современном оборудовании. Вообще, кстати, оснащение лаборатории-то у нас сейчас успеваем, вот мастерские лаборатории оснащать именно, так скажем, в современном оборудовании? Конечно. Дело в том, что мы в оснащении уже с 2020 года. Уже сейчас 26 мастерских создано. В этом году, в 2022-м, мы оснащаем ещё 12 мастерских. Некоторые уже закончили свой ремонт и уже сдали, и уже утвердили свою программу работы этой мастерской. Но до 1 сентября все 12 начнут работать, и мы откроем все 12 мастерских. На 2023-2024 год у нас запланировано ещё открытие мастерских, и всего с 2020 по 2024 год у нас будет открыто 59 современных мастерских с современным оборудованием. Круто. У нас совершенно разноплановые мастерские, начиная от автоматизации промышленного производства, заканчивая пекарями, хлебопечением, ресторанное дело. В них же есть ещё и направление социального блока, есть направление по строительству. Кстати говоря, очень интересно сейчас перешли на то, что в прошлом году у нас была незаинтересованность строительными профессиями. В этом году мы посмотрели, у нас по заявлениям есть даже конкурс на строительные специальности, это строительство и эксплуатация зданий и сооружений и строительство дорог и аэродромов. То есть, да, ребятам это понравилось, ребята это увидели, и, соответственно, даже архитектуры начинают заниматься в нашем среднепрофессиональном образовании. Ну что ж, ну так вот, всеобъемлище наше среднепрофессиональное образование. Спасибо большое за интересную беседу, очень много такой информации, я думаю, полезной. Сейчас родители почерпнули, детей разбудили, сказали, давай будем пробовать. Уже не так страшно 1 сентября, а уже как-то, правда, интерес подогрели, надеюсь? Да, наоборот, хочется идти в современные лаборатории. Телезрителям напомню, этим утром у нас в гостях была Татьяна Анатольевна Белова, заместитель директора Департамента профессионального образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова